Круг мы можем видеть ежедневно только на небе, в виде Солнца, в виде волны и Луны. Поэтому с самого начала человеческого существования круг всегда являлся метафорой процедентного, высшего, неземного, небесного. Для меня было очень удивительным открытием, что супермартисты, прежде всего Малевич, который так космически был нацелен, практически почти не использовали круг. Малевичу всего две-три картины, где он вводит круг. Я не знаю, чем это объяснить, почему они обошли эту сторону. Вот виталий специалист, по Малевичу он может объяснить это. Для меня это необъяснимо. Но в плане есть факты. Поэтому в обе сфере представлены либо отдельные круги, картины просто на которых круг, которые симметричны в природе, либо картины с фигурами, которые соединяются с этими другами. Таким образом, если в этих абстрактных картинках, где только круг, речь идет именно о круге как о метафоре трансцендентной формы, трансцендентной абсолютной идеи, то там, где он соединяется с фигурами, я сам это прочитываю таким образом, что это присутствие этого высшего, небесного, трансцендентного в нашем профанном земном существовании. Так я это сам интерпретирую. Здесь одно обстоятельство. Этот круг не совсем обычный. В центре его такой вот самый меньший круг. И здесь можно этот меньший круг, как маленький этот круг, просчитывать звальным образом. Может быть, это так называемый пустой центр, который...